Первая версия этого дрона вышла в 2018 году, за это время были те, кто ее полюбили, те, кто ее возненавидели и те, кто, как я, просто купили этот дрон, потому что это, ну, наверное, лучшее соотношение цены и характеристик. И самое классное, конечно, покупать этот дрон тогда, когда на него какие-то скидки, потому что по обычной его цене, там, в районе 500, 50, 600 долларов, ну, не стоит покупать этот дрон. Да, он классный, да, он мощный, да, он функциональный, но есть минусы, которые не дают ему возможность вырваться за пределы 600 долларов. Я так думаю, что по цене 450, 550 долларов его можно брать, ну, и, конечно же, все зависит от ваших задач. Итак, давайте начнем с сравнения этих дронов. Конечно, два года это серьезный срок, компания DJI обычно примерно за такое время старается выпускать новые какие-то устройства, обновления линеек, но в случае с Xiaomi прогресс не такой существенный, как в случае с DJI, потому что DJI обычно внедряет какие-то, ну, прям, вау-фишки. Здесь не так много разных обновлений, но они очень существенные. Первое, что бросится в глаза, это, конечно, различия по весу, потому что старая версия весила 790 грамм, новая 765 грамм. Ну и, конечно, вы сами понимаете, что уменьшение веса влияет на время полета. Так вот, максимальное время полета, ну, это время именно из характеристик, увеличилось на 2 минуты, вместо 33, 35 минут. Что касается реального времени полета, у меня удавалось выжимать на старой версии 2018 года где-то в районе 28 минут полета, при условии, что я летал не очень быстро и был не сильно большой ветер. 28-27 минут полета, иногда даже могло быть больше, но я редко когда занимался именно конкретно замерами. Мне в первую очередь интересна стабильность картинки, качество картинки, тесты разных режимов съемки и так далее. А вот конкретно время полета я тестировал не слишком много раз. Что касается новой версии, ну, добавьте еще 2 минутки, в итоге где-то около 30 минут честных у вас будет. Мне понравилось, что новая версия стоит недорого, она стоит даже чуть-чуть дешевле, чем старая версия. На данный момент, я не знаю, есть ли возможность заказа версии 2018, возможно, в официальном магазине уже просто все распродано, поэтому продается только версия 2020. Если я ошибаюсь, то напишите об этом в комментариях, но ссылку я оставлю именно на версию 2020, потому что она стоит также, а то и дешевле. И еще порадовало то, что она действительно прокачанная более, поэтому нет смысла искать версию 2018 года, как мне кажется. Кстати, если у вас есть желание купить для своего дрона гарантию дополнительную, расширенную, что бы ни случилось, вы можете сделать это как и в случае с брендом DJI. Вы можете купить ее за 15 долларов, кстати, на секундочку, это меньше, чем 50 долларов у компании DJI, может быть, я что-то не знаю, может быть, есть какие-то обновленные прайсы, но вот разница существенная. И при этом вы получаете двухгодовую гарантию на, что бы ни случилось, на улет дрона в другую галактику, падение его в воду и так далее. Вы платите всего лишь 40 долларов за, скорее всего, доставку и при этом получаете новый дрон, совершенно, ну, почти что бесплатно. В итоге у вас получается где-то 55 долларов на все про все и вы можете не переживать, ваш дрон в полной безопасности. Ну и стандартная базовая гарантия на основные вещи вам дается просто при покупке дрона. До этого дрон без проблем работал с навигацией и у меня лично никогда не было такого, что он отключался от спутников или еще какие-то проблемы. Он очень быстро находил спутники, но судя по тому, что добавили новую систему Beidou, судя по всему, в Китае он работает более живо, то есть он лучше позиционируется, более высокая точность. Возможно, это будет влиять не только на качество возврата домой, именно в Китае, потому что все мы знаем, что Китай это столица, ну, скажем так, технологическая столица мира. Поэтому там зашумленность, захламленность радиосигналами, она повыше. Возможно, это решение сделано именно в первую очередь для китайского рынка. Если говорить о технических возможностях камеры, то добавлена поддержка H.265. Все вы знаете, что качество съемки в таком кодеке, оно выше и при этом файл занимает меньше места. То есть H.264 фактически это уже устаревший кодек, который сейчас потихоньку вытесняется основными игроками на рынке и в том числе вот компания FIMI присоединилась к тому, чтобы новые устройства использовали более качественные, более легкие кодеки. При этом картинка получается менее шумной и на тот же объем памяти вы сможете записать больше данных. Что меня не радовало в моем FIMI X8 SE, это то, что у него достаточно плохая съемка ночью. Да, вечером еще куда не шло, шумы есть, они достаточные, но в принципе можно использовать эту картинку даже для работы. Но как только наступала ночь, либо уже поздние сумерки, съемка никуда не годилась. При этом не важно, сколько света у вас на площадях, на проспектах и в вашем городе. Может быть, если у вас какой-то там Лас-Вегас, может быть, вы что-то и разглядите, но в обычных городских условиях съемка просто ужасная. Не в том плане, что там очень много шума или еще чего-то, а в том плане, что очень маленькая светосила и ночью такое ощущение, что HDR не работал вообще. Возможно, его даже и не было, я не сильно в курсе, но вот в новом дроне, в новой версии поддержка HDR. Ну и в том числе есть возможность съемки ночью. То есть теперь вы сможете получить снимки с дрона, такие как на основном конкуренте, главном двухлетней давности, например, тот же DJI Mavic Pro. Также была добавлена камера и сами сенсоры на дроне, которые позиционируют его в пространстве не по навигации, не по GPS, а именно с помощью датчиков. Так вот, основные сенсоры увеличили дальность до 30 метров, а также добавлена камера, которая позволяет позиционировать дрон еще лучше. Конкретно мой экземпляр у меня не удавалось отдалить от себя дальше двух километров. Возможно, из-за того, что я пользовался им практически всегда только в городских условиях. Но я видел на ютубе ролики, где парни без проблем улетали на 5 км, как и указано в инструкции. Так вот, новая версия уже может летать до 8 километров. То есть в обычных условиях это где-то около 4 километров. Может быть, если совсем у вас захламленный город всякими шумами электрическими, электронными, то там, скорее всего, будет где-то в районе 3 километров стабильного сигнала. Ну и самое главное улучшение, которое для нас всех является самым важным, я так думаю, потому что дрон и без этого хорошо работал, но вот качество картинки хотелось бы получше. Режимы остались точно те же. То есть, также есть 4К при 30 кадрах, также есть 2.7К, Full HD и даже HD разрешение. Но поменяли матрицу. Раньше матрица работала с чипом Umbrella, сейчас High Silicon. Они решили поменять не только саму матрицу, они решили поменять и оптику. Теперь фокусное расстояние уменьшилось. Вместо почти 5 миллиметров, 3,5 миллиметра. На что это влияет? На то, что то, что вы снимаете вблизи, более резко получается. Особенно то, что вы снимаете где-то в районе 1 метра, полуметра. Эти объекты будут еще более резкими. Но немножко, как мне показалось это просчет, они уменьшили угол обзора. Как раз таки из-за того, что изменили оптику. Теперь угол обзора 80 градусов, вместо 78,8. Но зато увеличена диафрагма. F2.2 была вот в моем экземпляре, а в новом экземпляре уже F2.0. Что это дает? Это как раз таки и дает ту улучшенную съемку ночью. При большей светосилии у вас получается более яркая картинка при тех же условиях освещения. Было внесено несколько изменений в режим 2.7К. В этом режиме теперь картинка стала более вытянутой, то есть стала более киношной. А вот в режиме HD у вас теперь нет 200 кадров, будет только 120 либо 100. И более логичной частотой кадров стала в режиме Full HD. Была возможна съемки при 100 кадрах максимально, а сейчас 90 кадров. Что является кратным 60 и 30 кадров. В остальном этот дрон не изменился вообще по габаритам. Батарейки подходят от одной модели к другой. Очень прост в настройке. Если знаете еще какие-то отличия, напишите их в комментариях. На этом у меня все, спасибо за внимание, хорошего настроения, пока. Ах да, я забыл, если кому-то интересно, где можно купить дрон, ссылка будет в описании, там же будет ссылка на кэшбэк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok